Так, ну а мы тем временем продолжаем изучать достопримечательности Алании и сегодня мы собрались на Green Canyon, на Зеленый каньон. Будем кататься на лодке по озеру, остановимся на обед, искупаемся в красивейших лагунах. Поехали! Находится Green Canyon неподалеку от города Манавгат, ну а от Алании нам предстоит проехать чуть больше 70 километров. Время в пути займет ориентировочно полтора часа. Нам попался веселый и интересный гид Абдула, который всю дорогу рассказывал нам про здешние окрестности и местные достопримечательности. В общем, время в пути пролетело незаметно. Ну а мы двигаемся в Таврские горы по направлению к реке Манавгат. В горных селениях вокруг здесь живут очень простые люди. Здесь можно увидеть совсем не глянцевую, нетуристическую жизнь страны, которая куда разнообразнее, богаче и искреннее. Один из наиболее простых способов попасть в Зеленый каньон – это заказать однодневную экскурсию. Ее можно купить за 40 долларов в офисе любого туристического агентства. А вот и первая достопримечательность – акведук Сиде. Его построили римляне во втором веке нашей эры. Он возводился для нужд города и отличался одной интересной особенностью – тем, что он доставлял воду из реки Манавгат в Сиде практически по прямой. 30 километров сложных инженерных сооружений, которые достигали длины в 2260 метров. И все это потому, что воду нужно было спускать с высоты 36 метров, но больше всего поражает то, как вообще он смог сохраниться до наших дней. На подъезде к Зеленому каньону мы остановимся еще на одной смотровой, чтобы полюбоваться невероятной красотой здешней гидроэлектростанции. Сам каньон, а точнее водохранилище появилось как результат строительства ГЭС. Мощную дамбу на реке Манавгат строили швейцарцы почти 7 лет. Ее открытие состоялось в 1984 году. Текло, хотя согреется, 43 градуса. Уже на подъезде завораживают горы и размеры дамбы. Высота плотины 185 метров, а длина по верхнему краю 454 метра. При плотине в подскальных сооружениях расположена 4-х турбинная ГЭС общей мощностью 540 мВт в час. Ест на территорию ГЭС охраняемый, но свободный для всех желающих. Грин Каньон – это не горное ущелье и не полость в земле, а огромное искусственное водохранилище, которое питает пресной водой восток Анталийского побережья. Гидротехническое сооружение и территория вокруг него получили статус национального парка. Спасибо. Грин Каньон. Грин Каньон. Грин Каньон. О! Гидротехническое. Грин Каньон окружrina wird нарушение. Знакомиться с каньоном мы будем вот на такой просторной двухпалубной лодке. Грин каньон в Манавгате это самое большое искусственное водохранилище Турции. И как я уже сказал, территория каньона признана национальным парком. Каньон представляет собой долину в Таврских горах, которая полностью залита водой. Ранее здесь была излученная река Манавгат и несколько горных озер, откуда брали воду еще древние римляне. А в конце 1980-х годов турки перекрыли это место плотиной, впоследствии чего и образовалось огромное озеро, которое сразу же стало местной достопримечательностью. Водохранилище получило свое название по двум причинам. Вода в нем имеет изумрудный оттенок из-за насыщенности железом, а склоны гор вокруг поросли буйной зеленой растительностью. Какая-то пленительная красота и величие изумрудной поверхности воды в окружении богатейшей природы. Это идеальное место для ценителей качественных пейзажных фотографий и эстетического кайфа от созерцания местных красот. Именно поэтому Грин-каньон и полюбился местным жителям и туристам. Озеро на месте Грин-каньона называется Аймапинар. Оно является местом, где стекаются 27 горных источников. Еще в античные времена римляне создали здесь сеть водохранилищ, которые питали античный город Сиде и поля вокруг него пресной водой по многокилометровому акведуку и подземным тоннелям. Фрагмент чуда этой древней инженерной мысли мы с вами уже видели. Ну а в конце 1970-х годов, когда города Манавгат и Сиде начали разрастаться, а в округе началось создание крупного алюминиевого комбината, возникла необходимость в крупном источнике питьевой воды и электричества. Эти ресурсы решили извлекать из каскада горных озер Аймапинар, которые в 1984 году были перекрыты несколькими дампами. И на месте долины образовалось огромное озеро. Оно находится на высоте 350 метров над уровнем моря. Его площадь составляет 500 гектар, а самая глубокая точка достигает 100 метров. Говорят, его постоянная температура составляет порядка 11-12 градусов в течение круглого года. Ну а чуть позже у нас будет возможность окунуться и заценить температуру здешней воды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Учитывая впечатляющие размеры и эстетичный внешний вид, нет ничего удивительного в том, что Грин Каньон полюбился туристам. Теперь сюда едут со всей округи, чтобы совершить прогулку на теплоходе, отобедать форели в одном из местных ресторанчиков и просто сменить приевшуюся морскую обстановку на горы. Ну и естественно, я не удержался и напросился у Кэпа посидеть за штурвалом этого корабля. Мы держим путь в сторону пирса, где у нас будет возможность искупаться и порыбачить. Ну а чуть позже мы отправимся в местный ресторанчик и отведаем вкуснейшие форели. На эту поездку лучше планировать целый день. И это действительно того стоит. Субтитры делал DimaTorzok Помните, Русси говорит, что прыгать от ботов, это не то, что мы решили, чтобы упасть. И это дамп. Дамп здесь около 40 метров. Если вы не хотите, чтобы не прыгать от ботов, не прыгать от ботов, не прыгать от ботов и прыгать от рака. И также, если вы не хороший свимер, пожалуйста, ask for life fast. Это важно. А, ты хочешь вдвоем? Вдвоем. Вдвоем. Два, три. А, аа, хорошо! 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 Ох, Кайф! Водишка прям подходит. Я думал, будет холоднее. Нет, другую руку, другую руку, да? Раз, два, три. Сейчас мы будем ловить огромную форейку вот на такую удочку. Плеску только как водит, не запутай. А у меня на солнце лицо? Нет, конечно. Какое здесь солнце будет? Тут жара. Будем ловить на вкуснейший турецкий хлеб турецкую форель. Ты попробовал? Самое главное поплевать на хлеб. Почему? Тогда будет плевать лучше. У меня сребка большая и маленькая. Давай. Тебе, какая глубина здесь? 40 метров. 40? Да. Что сказал? Кто-то говорит. Я слышал 20. А куда ты ее отправляешься? Ну, давай, пускай. Видите, мы поплыли на метр. Нифига мы не поймали. Даже ни одной поклевки. Всем кораблем рыбачили и ничего не поймали. У одной девушки плюнуло. Она оборвалась. Здоровая, наверное. Ну, просто ради кайфа тоже прикольно. На конкурс с вами все порыбачили. Поехали. А тем временем мы направляемся на обед. Ну, чтобы пообедать, нам нужно подняться. Вот такую горку. Мы уже немножечко пересосили крышу. Чтобы стройненькие были. Ну, ничего. Хочешь есть, сиди. И что? Ну, а что хватит. Да. Ура. Наши места. Да. Очень счастлив. Еще не обед. Хватит? Да, вполне. Сколько тебе? Сколько больше. Я знаю. Может, салатом тебе? Ну, чего, давай отлично. Это возьми, а потом еще. Так, аппетит уже нагуляли, да? Да, вот такое у нас. Прекрасно. Ребят, ребята. Здоровья. Парень. Красно, как я думаю. Руба просто шик. Еще вот такие солки. Прекрасно. С макарот. С макаротком. На в той же воздухе просто прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Офигенная поездка у нас получилась Крутяк, хорошая поездка получилась у нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok